Намаскарам, Сен-Гуру. Недавно один из известных актёров болливудского кино покончил с собой. Меня это шокировало. Не так давно Робин Уильямс и многие другие невероятно успешные люди также пошли на такой радикальный шаг. В чём же наша ошибка как общество, если даже успешные люди прощаются с жизнью таким образом? Каждый год самоубийства совершают 800 тысяч человек. Это во много раз больше, чем количество убийств и смертей в вооружённых конфликтах. Во много раз. Я не знаю, кто этот актёр или актриса. Сушант Синдхарджпут. Я знаю лишь несколько имён. О нём я не слышал. Прошу прощения. Кто бы он ни был, я не хочу ничего говорить об этом человеке, потому что мы ничего не знаем о его жизни. Но почему это происходит? Думаю, что можно назвать это феноменом. Когда в год умирают 800 тысяч человек, то есть самоубийство совершается примерно каждые 40 секунд. Это не какая-то мелочь. Что ж, здесь есть много аспектов. Если... Потому что если люди теряют кого-то, кто им дорог, или на кого они равняются, они будут в определённом эмоциональном состоянии и не будут видеть эту ситуацию должным образом, если вы готовы просто смотреть на него как на жизнь, а не как на человека. Одна из самых основных причин того, что человек хочет покончить жизнь самоубийством, или может оказаться в глубокой депрессии, или столкнуться с какой-то болезнью, всё это зависит от разных факторов. Но, по сути, происходит коллапс. Жизнь не приходит в коллапс. Коллапс жизни — это другое. Это работа Кайла Байровой. Вы хотите взять на себя его работу. Вы хотите опередить его и сделать это самостоятельно. К этому нужно относиться с состраданием. Мне это хорошо известно. Не то, чтобы у меня не было сострадания. Это деликатная тема. Но я хочу, чтобы вы посмотрели на это как есть, если вы хотите понять, что это такое. Иначе, когда кто-то совершает самоубийство или когда кто-то умирает, вы становитесь эмоциональными и думаете, что это конец света. Через три дня вы вернётесь к своей нормальной жизни. Она будет идти дальше, и вы забудете об этом. Но когда умрёт кто-то другой, снова возникнут те же эмоции, те же переживания, и вы возвращаетесь в то же самое состояние. Поэтому пришло время воспринимать это как жизнь, а не как человека. В особенности не как человека, который был вам близок, дорогого вам человека, кого-то, кого влюбили. Не воспринимайте его таким образом, а просто как жизнь. Почему жизнь делает такое? На это есть много причин. Основным фактором является неприятный опыт переживания жизни. потому что сейчас опыт переживания нашей жизни определяется чем-то другим. Успехом в мире или деньгами, богатством, отношениями. Много чем. Если рушится фондовый рынок, люди совершают самоубийство. Если рушатся отношения, кто-то совершает самоубийство. Если человек теряет богатство, он совершает самоубийство. Потому что то, что вы называете человеком, к сожалению, представляет собой калаш из всех этих вещей. Мои деньги, мой дом, моя семья, мои отношения, моя работа, моя должность, моя слава, мое имя. Все это калаш. Калаш означает кое-как совмещенные части. В любое время он может развалиться. Если кто-то выжгет одну часть картины, она развалится. Я знаю, что возникнет много вопросов. За такое короткое время я не могу охватить все эти аспекты. Мы осветили их в книге «Смерть» максимально глубоко, но чтобы в то же время не нажить себе врагов. Да. Потому что большая часть человечества не хочет взглянуть жизни в лицо. Они хотят драмы. Так что в книге мы пошли настолько далеко, насколько это возможно представить для публики. и немного дальше о самоубийстве и подобных аспектах. Если упростить, то есть жизнь. Жизнь — это не событие, которое происходит в вашей жизни. Жизнь — это не драма, которая разворачивается вокруг вас. Жизнь — это основополагающий процесс, который происходит внутри вас. эта жизнь функционирует на определенных принципах и законах. Сейчас вокруг вас есть мир или общество. Оно работает по своим собственным сумасшедшим принципам, которые постоянно меняются. «Сегодня, если вы сделаете что-то, за что люди будут вам аплодировать, за то же самое через сто лет вас могут сравнять с землей». Сейчас происходят эти события, но в свое время всех этих расистов чествовали. Они были великими лидерами. Они были великими лидерами. Это не один или два человека. Я хочу, чтобы вы поняли. Сегодня это выглядит так, словно один человек был расистом. Расистом был не один человек, а все общество. Один человек убил больше, захватил больше, поработил больше. Поэтому его считали героем. Вот почему ему ставили памятник. В этом обществе он был великим героем. Потому что расист означает, что он против кого-то, но при этом он кому-то служит. Если я ограблю вас и отдам добычу этому человеку, он будет счастлив. Он подумает, что я отличный парень. Робин Гуд. Когда совершали набеги на другие народы и захватывали их богатство, те, кто встречал захватчиков дома, хлопали им в ладоши и говорили, «Это чудесно». Но просто красть их богатства было недостаточно. Поэтому мы похищали людей и вывозили их в другие страны. Все говорили, «Это здорово, эти люди будут работать бесплатно». Необходимо понять, что это утверждали люди, а не какой-то конкретный человек, не какой-то один конкретный работорговец. Целое общество, которое без сомнений наслаждалось плодами рабства. Мы не можем избежать этого. Речь не о конкретном человеке или конкретном обществе. Что-то аналогичное есть в любом обществе. Некоторые из них на абсолютно неприемлемом уровне, другие более-менее. Но в каждом есть что-то подобное. Это случилось со мной в детстве. Когда мне было 10 или 11 лет, я начал смотреть на жизнь с точки зрения справедливости и несправедливости. Я обнаружил, что мой отец очень несправедлив, что моя мать очень несправедлива, что мои сестры и братья очень несправедливы, политическая система очень несправедлива, социальная ситуация несправедлива, глобально ситуация очень несправедлива. Все оказалось мне несправедливым. По мере того, как я во всем находил несправедливость, во мне все больше назревал гнев. Неудивительно. Сегодня день рождения Че Гевары. Я пришел к этому, даже не задумываясь об этом. Че Гевара стал большим вдохновением. Я хотел присоединиться к вооруженному сопротивлению, чтобы убить всех несправедливых людей. Вы хотите убить всех этих людей, которые распространяют несправедливость в мире. Вот что делал Субрамания или Картикея. Он убивал тысячи людей повсюду, где видел несправедливость. Убийство, убийство, убийство. Потом он понял, что если продолжать в том же духе, придется убить все человечество. Потому что во всем есть какая-то несправедливость. Даже в Ашраме многие жалуются. Сколько же несправедливости в этом чертовом месте? Да? Я получаю разные комментарии. Насколько я несправедлив? Потому что не существует абсолютной справедливости, которая сделает всех счастливыми. Это просто невозможно. Что бы вы ни делали, в семье, если у вас двое детей, один ребенок почувствует несправедливость по отношению к себе из-за того, что когда вырезали манго, один кусок был больше другого. Да? Это так. Так что если вы были коллажом и от вас отвалился один кусочек, то иногда без этого кусочка вы хотите плакать и петь. Потому что все это превозносится, когда кто-то плачет и поет в невероятном несчастье. Это считается великолепной песней и замечательным состоянием. Да? Вам нравится, когда другие люди плачут. Не так ли? Вы наслаждаетесь страданиями других людей. Вы идете в кино, они плачут, их жизнь катастрофа, вы тоже плачете. Потом вы выходите из кинотеатра и говорите, какой замечательный фильм. Нет, я не критикую форму искусства. Я говорю, что вы наслаждаетесь страданиями других людей, пока они не касаются вас. Если то же самое случается с вами, вы плачете. Но тогда слезы по-настоящему горькие. Теперь в слезах есть кислота, и она обжигает вас. Иначе все это очень мило. Почему я говорю вам это? Садгуру, когда молодой человек совершает самоубийство, обязательно ли быть таким жестоким? Вот почему я сказал вам. Я не говорю об этом или другом человеке. Смотрите на жизнь такой, как она есть. Жизнь происходит по определенному принципу, по своему закону. Но вы создали общество, которое представляет собой калаш из множества вещей, и никто не знает, в чем его суть. Теперь вы берете все это общество и запечатляете его в своем сознании. Так что у вас есть ум, который подобен обществу, но не является его точным отражением, а он представляет собой ваши собственные искажения общества. Вы не можете жить без общества. Но в обществе для вас так много причин для страданий. Когда оно работает против вас, вы несчастны. Когда оно работает на вас, вы наслаждаетесь этим. Так это продолжается. У вас есть ум, мысли и эмоциональная структура. и у вас есть жизнь. В центре йогиша во все повозки мы запрягаем только одного быка. Это очень ново для Тимилнады, если вы не знали. Только в Карнатаке есть повозки с одним быком. В Тимилнаде такого нет. Здесь всегда запрягают двух быков. Даже в маленькой телеге. Есть некоторое культурное понимание или убеждение. Но я настоял, чтобы это был только один бык. Люди сказали, нет, Садгуру, один бык не сможет тянуть. Я сказал, ничего, поставьте подшипники, сделайте что угодно, чтобы им было легко. Но это должен быть один бык. Жизнь, которой вы являетесь, и ум, которым вы являетесь, это как два быка в повозке. Чтобы заставить двух быков двигаться в одном направлении, нужно быть умелым погонщиком. Если один идет туда, а другой сюда, ваша повозка опрокинется. Возможно, они не выходят из-под контроля полностью, но немного тянут в стороны. Тогда вы подавлены, страдаете, вы несчастны. Если они действительно пойдут в разные стороны, вы перевернетесь. Не все. Но, к сожалению, 800 тысяч человек в год. Я не знаю. Говорят, больше 200 тысяч из них в возрасте от 20 до 29 лет. Они лишают себя жизни в самый ее разгар. От чего они страдают? У кого-то может быть неизлечимое заболевание, настолько болезненное, что он просто хочет, чтобы это прекратилось. мы его простим. Кто-то из-за финансовых проблем. Его мы не простим. Кто-то еще из-за неразделенной любви. Его мы простить не можем. Другой из-за проваленного экзамена. Его мы тем более не можем простить. Таким образом, причин много. Это не для того, чтобы выставлять их на смех. Просто это то, что происходит у вас внутри. У вас есть представление о том, что такое жизнь. И у вас есть жизнь. Когда ваше представление не совпадает с жизнью, которой вы являетесь, жизнь, которой являетесь вы, не отличается от жизни, которой являюсь я. Она ничем не отличается от жизни, которой является кто угодно. но ваш ум не отражает жизнь, не служит жизни. Он думает, что эта жизнь сама по себе. Вы начинаете верить, что ваш мыслительный процесс и эмоции это сама по себе жизнь. Ваши социальные ситуации это сама по себе жизнь. Сейчас один бык тянет туда, другой тянет прямо, третий тянет куда-то еще. Мы не знаем, насколько крепки веревки, как долго они выдержат. Даже если вы не разобьетесь, поездка будет ужасная. Вам не нужно сводить счеты с жизнью, потому что эффективность Калабайровы не подлежит сомнению. Он не обошел стороной ни одного человека. Он ни разу не потерпел неудачу, не так ли? Некоторые люди прожили долгую жизнь, но это не значит, что им удалось избежать смерти. Просто они жили хорошо. Вот и все. Оба их быка, ум и жизнь, шли сообща. Или, может быть, они были достаточно мудры, чтобы превратить их в одного быка. По воску тянуло только жизнь, а ум был всего лишь небольшим проявлением. Как и у меня. В голове ничего. Поэтому никаких проблем. Люди постоянно спрашивают. Садгур, вы никогда не злитесь? Никогда не впадаете в депрессию? Вы когда-нибудь расстраивайтесь. Где это происходит? Где возникают все эти вещи? Я не знаю, где это происходит, потому что того места, где это происходит, в целом во мне не существует. Иногда, когда я в такой ситуации, мне необходимо воспользоваться умом. Я возвращаю его. В остальное время он для меня не существует. Что произошло с моим мизинцем? Он немного болит. Но расстройство происходит не в мизинце. Но, глядя на него, расстройство может возникнуть вот здесь. Расстройство не может возникнуть в вашем мизинце. Оно не может возникнуть в пальцах ног. Оно не может возникнуть в коленях. Чувство расстройства происходит только в одном месте. И чтобы избавиться от этого места, нужно приложить много усилий. Поэтому сейчас лучшее, что вы можете сделать, заставить двух быков идти бок о бок. Не пытайтесь принудить жизнь идти вместе с умом. Так это не работает. Жизнь идёт сама по себе, она даже не ваша. Не вы заставляете её происходить, она просто происходит, это творение. Ваша задача — держать второго быка, который полностью ваш. Понимаете, о чём я? Это целиком ваш бык, вы его сотворили. Бык, которого создали вы, должен идти вместе с этим быком. Ваш бык должен стать тенью этого быка. Сейчас же эта тень встала и сама по себе начала вытворять всякую чепуху. Конечно, появятся проблемы. Итак, это прямая трансляция, так что это вызовет бурную реакцию. Но я говорю вам, так и обстоят дела. Есть жизнь. И это большое счастье, что в процессе эволюции мы приобрели такую сложную умственную активность или деятельность центральной нервной системы. Вы просто не научились, как управлять этим быком. Вот и всё. Вы можете называть это страданием, раздражением, депрессией. За последние 2-3 года я подвергался нападкам некоторых групп по борьбе с депрессией за то, что сказал нечто подобное. И я говорю это снова. Не потому, что я хочу их оскорбить. Не потому, что я не испытываю к ним никакого сочувствия. Но потому, что существует выход. Когда есть выход, и вы его не исследуете, это весьма прискорбно. Нет, Садгуру разве в жизни неестественно испытывать взлеты и падения. Люди сразу же начинают придумывать разные философии вокруг своих страданий. Это естественно. Последние 2 дня я испытывал счастье, а потом в неделю страдал. Это нормально. Это естественно. В конце концов, мы же были очень счастливы, когда поженились. Теперь 15 лет мы можем и пострадать. Ничего страшного. Люди выдумывают собственные философии, основанные на их несчастьях. Нет необходимости возводить философию вокруг страданий. Счастья или любви. Потому, что все эти вещи рождаются в ваших мыслях и эмоциях. В философии нет никакой необходимости. Она просто не нужна. Не нужна ни философия, ни трактовка, ни религия, ни «Бог меня любит», ни «Я люблю Бога». Ничего из всего этого не нужно. Если ваш бык будет полностью под вашим контролем. Вот и все, что необходимо. Ваш умственный бык уходит куда-то сам по себе. Если бы он был под вашим контролем, вы бы сделали так, чтобы он помогал вам двигаться туда, куда вы хотите. Если в вашей упряжке два быка, тогда вам необходимо заставить обоих двигаться в одном направлении. Как только у них появляются разные намерения, тогда... Я хочу, чтобы вы поняли. Та жизнь, которой вы являетесь, не думает о том, как разбогатеть или стать знаменитой. Она не думает о том или этом. Она не хочет заполучить что-то. Ей нужно, чтобы тело получало питание. Но на этом все. Это просто базовая потребность. Если физическое тело получает достаточно питания, жизнь будет процветать. Если нет, она уйдет. Но даже этого она не просит. Это мы решаем, что она должна продолжаться. Но жизнь хочет происходить как можно ярче и насыщеннее, максимально энергично и насыщенно. Возможно, вы не видели подобного. Сейчас такого почти нет, потому что все перешли на тракторы и другую технику. Иначе вы могли бы увидеть клеи, которые прорезают землю, очень глубоко в землю. земля становится вся такая. Вы увидите, как возщик мучается, стараясь удержать этих двух быков вместе. Как только земля становится неровной, быки не понимают, куда им идти. Один хочет пойти сюда, туда, а другой тянет в противоположную сторону. И тот, и другой пытаются тянуть туда, где им удобно идти, потому что земля вот такая. Или вся тяжесть повозки переходит только на одного быка, и возщик тянет, пытаясь восстановить баланс. Ему сложно контролировать ситуацию. То, насколько он умелый возщик, определит, насколько успешно он справится с этой ситуацией. Что ж, обычно есть один-два опытных возщика. Когда возникает сложная ситуация, они отгоняют свои повозки в сторону, и один и тот же человек вытаскивает повозки по очереди. Один и тот же возщик, потому что другие знают, что не все они одинаково компетентны, чтобы справиться с повозкой на непростой местности. На ровной дороге сможет каждый. На ровной дороге, даже если быки тянут и толкаются, вы ничего не заметите, так как они все равно идут только прямо. Поэтому деятельность человека, которая направлена на самопреобразование, имеет наибольшее значение в жизни человека. Почему в индийской культуре духовный процесс всегда был самым важным и наивысшим измерением жизни? Просто потому, что один из аспектов этого — объективная реальность, а другой — психологическая реальность. Даже чтобы просто провести различия между ними, нужно немного поработать. Иначе вы думаете, что бык, которого вы придумали, сам по себе является реальностью. Бык, которого вы придумываете, в особенности бык, которого вы придумали, должен быть полностью под вашим контролем. Не так ли? Быка созданного творения мы контролируем не полностью, оставим его Калабайрови. Но бык, которого вы думал я, должен быть полностью под моим контролем. Но сейчас этот бык выходит из-под контроля. Все виды страданий, которые люди испытывают сегодня, являются разными способами проявления этого. Страдание может доходить до такой степени, что основная причина, по которой вы здесь, заключается в том, что вы были рождены, и вы сейчас живы. Самое фундаментальное становится неважным. Ваш собственный бык-тень становится более важным, чем реальность. Вот и все, что произошло. Вы можете назвать это страданием, разочарованием, депрессией. Вы можете назвать это самоубийством. Но по сути, тень стала важнее реальности. Кем бы ни был этот молодой человек, это очень печально. Но более 800 тысяч человек делают такое с собой каждый год. Мы не можем считать, что общество или цивилизация, которую мы создали, — это что-то великое. Если мы действительно создали великую цивилизацию, то все типы людей, сильные, слабые, способные, неспособные, все должны найти себе место. Каждый должен знать хотя бы, как оставаться спокойным и радостным в пределах своего ограниченного пространства. Вот цивилизация. Последние тысячи лет наша идея о цивилизации заключается в том, чтобы уничтожать других людей и забирать их имущество. И после этого мы называем себя цивилизованными. Когда у вас такое представление о цивилизации, внутри будет происходить много всего, потому что вы вложились в созданный вами коллаж. До такой степени. Я не говорю, что у вас не должно быть социальной структуры, или в какой-то момент общество станет идеальным коллажом. Нет, этого никогда не будет. Просто вы можете надуть свой воздушный шарик, бык ваш, вы можете сделать его таким большим, каким захотите. Но вы должны быть в состоянии уложить его спать, когда он вам не нужен. Когда вы начинаете думать, что созданный вами является реальностью, является экзистенциальным, когда вы принимаете психологическое за экзистенциальное, к сожалению, страдания будут неизбежны. В детстве я часто слышал, но никогда не понимал выражение «Я чувствую себя на вершине мира». Я думал, он что, на северном полюсе? Что такое вершина мира? Это значит, что если сложить всех людей в кучу, те будут прямо на ее вершине. Вот что они подразумевают. Они не имеют в виду северный полюс. Потребовалось время, чтобы понять это. Всегда, когда люди говорили «Я на вершине мира», я думал, я представлял, может быть, они танцуют на северном полюсе. Потому что с ранних лет я был любителем географии. Только со временем я понял, что эти люди представляют любого другого человека ниже себя. Вот вершина мира. Когда у вас есть такая мечта, страдания неизбежны. Я хочу, чтобы было предельно ясно. Я не имею в виду какого-то отдельного человека. Такова природа вашего существования. Если вы примете это, вы будете знать, как с этим справиться. Не только как управлять этим, но как превратить это в феноменальную возможность. Или каждый день страдать с двумя быками, кричать, стонать. Вы бы видели, как погонщики ругают быков, когда те идут в разных направлениях. Грязная брань, оскорбление. Я уверен, что бык не понимает всего этого. Но вот насколько плохо вы себя чувствуете. Вы замечали, что в сегодняшнем обществе ругань происходит не иногда, в какой-то момент, когда вы теряете контроль. Ругань превратилась в повседневную форму общения. Все становится таким. Это словно барометр. Он показывает уровень несоответствия между жизнью и тенью. Разница настолько велика. Сидите вы или стоите. Единственное, что выходит изо рта — грязные слова. Только ругань и оскорбление. Вот что происходит по всему миру. Кто-то может подхватить это, думая, что это такая мода. Но в сущности, вы должны понимать, внутри вас настолько высокий уровень неприятных переживаний. Из вас не может выйти ничего прекрасного. Это невозможно. Только брань. Так что вы должны понимать, что если продолжать в том же духе, это число в 800 тысяч может продолжать расти. Очень многие люди начнут думать, что нет смысла жить, потому что они не коснулись самой жизни. Они запутались в собственном быке. Их психологическая реальность полностью одолела процесс жизни, экзистенциальный процесс, который мы называем жизнью. Жизнь — это не ваше творение. Не вы ее создали. Это феномен. Если бы вы были частью этого явления, так же, как галактики или ветер, вода, без собственной мозговой деятельности, без индивидуального опыта, все было бы хорошо. Вас просто колыхал бы ветерок. Существование наделило вас индивидуальным опытом, хотя на самом деле вы буквально ничто. В этой вселенной на самом деле вы ничто. Этому ничему, песчинке, был дан индивидуальный опыт. Вы можете сидеть здесь и ощущать себя как отдельную сущность. Просто нет слов. Невозможно передать словами, насколько сложно и великолепно это творение. В этом космическом пространстве вы даже меньше, чем микроскопическая пылинка. И такой пылинке был дан индивидуальный опыт. И сейчас с вами происходит страдание, разочарование, депрессия и, к сожалению, самоубийство. Как? Последствия того, что вы восприняли этот опыт, слишком серьезно и слишком злоупотребляете им. Но многие люди живут гораздо более несчастной жизнью, потому что один из быков очень силен. Он не сдается. Да? По какой-то причине жизненная энергия слишком сильна. Они не сдадутся. 800 тысяч человек — это те люди, которые преуспели. На эти 800 тысяч приходится как минимум 3, 4, 5, я не знаю точно во сколько раз больше тех, кто пытался покончить с собой. Огромное количество неудачных попыток. Потому что жизнь была сильной и не сдалась. Несмотря на то, что ум хотел этого, жизнь была сильнее. Ваши мысли и эмоции хотели этого, но жизнь была сильна и устояла. Жизнь сама решит, когда ей пора закончиться. Но по каким бы причинам они не совершили самоубийство, как только жизнь уходит из-за болезни, несчастных случаев, по естественным причинам, было ли это самоубийство, неважно. Как только жизнь уходит, мы должны просто поклониться, потому что это решение жизни, какой бы она ни была. Когда они живы, мы делаем все, чтобы этого избежать. Но как только жизнь уходит, вы просто должны поклониться, потому что это существование, которое вам не подвластно. Вы можете запречь его, но вы не можете контролировать и направлять его. Вы можете только наслаждаться поездкой жизни. Как только жизнь уходит, кто бы это ни был, по какой бы причине он не ушел, повод для их самоубийства может показаться вам глубоким или глупым, неважно почему. Но как только жизнь решила уйти, вам необходимо поклониться в знак того, что вы уважаете это.